Сейчас подожди. Сфокусировались на игроках, но забыли про мяч. Именно так свою игру в 13-м туре юношеской футбольной лиги начал Омский Иртыш. Алтайские парни взяли контроль игры под себя. Правда, полностью реализовать это преимущество у хозяев не вышло. В первом тайме Борнаульцы забили только один гол. Я считаю, при 1-0 в первом тайме реализую еще хотя бы один момент из 3-4. Я думаю, результат мог быть совершенно другим. Это уже вторая встреча со мячами. Первая завершилась умопомрачительной победой 8-0. Но сезон нельзя назвать стабильным. Есть и победы, и глупые поражения. У тренерского штаба Алтая небольшие вопросы к нападающим. Мало ударов по воротам. Но отмечаю, с каждой игрой парни растут. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Грубая ошибка защитника Алтая, и игрок Иртыша воспользовался ситуацией. Ну ничего, все ошибаются. Это рабочий момент. Мы справимся и будем идти дальше. Правильный настрой, грамотная замена от тренерского штаба. И 6 минут спустя Алтай вновь забивает. Планировали как бы играть в комбинационный футбол. Больше с контролем мяча. Понятно, что мы с соперником в первом кругу встречались. Проиграли обидно 08 на себя дома. Сейчас хотели реабилитироваться. И как бы не все получилось. Но много нереализованных моментов. А так ребята сегодня старались играть в пас. В итоге победа далась тяжело. 2-1 в пользу Алтая. Серия домашних игр у барнаульской дружины продолжится. Красно-белые выйдут на очередную игру 9 августа против Кузбасса. А пока стоит разобрать ошибки. Ведь они расположили Алтай на седьмом месте турнирной таблицы из 11. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Дмитрий Денисов. Продолжение следует...